Это здание в стиле сталинский ампир. В Европе его называют берлинским. Раньше строение было трехэтажным, но аппетиты владельца росли, а вместе с ними менялся и внешний вид постройки. В 2014-м появился мансардный этаж. Собственники еще пытались выдержать единый облик. А спустя три года в пределы и странный козырек внушительных размеров. И теперь половина фасада сталинского ампира просто не видна. Известно, что строительными делами здесь занимаются владельцы сети аптек «Семейная». С одним из собственников здания мы попытались связаться, но он не ответил на сообщение. Департамент архитектуры и градостроительства ограничился оперативным письменным ответом. Согласно официальному документу, проект реконструкции разработала компания «Артес». Из этого здания делают гостиницу с устройством мансардного этажа. В проектном решении компании предложено улучшение архитектурного облика здания, формирующего застройку по проспекту Карла Маркса. С тем, что облик здания улучшили, не согласен архитектор Никита Шалмин. Это, знаете, как идет симфонический концерт. И тут появляется попса. И вот одновременно с классической музыкой, в разрез ей, в ритму, такту и так далее, идет попса. По словам Никиты Шалмина, пристройку даже сложно отнести к какому-то определенному стилю. Но не обязательно в этом виноват архитектор. Часто бывает, что нелепый заказ ему дает застройщик. За стеклами будет лобби-бар и торговые помещения. Однако оправдывать нагромождение здания таким навесом, его функциональным предназначением нельзя. Скорее, это демонстрация технологических возможностей фирмы. Функция меняется. И под функцию делать архитектуру, это довольно такой неблагодарный момент. Очень многие здания в Омске поменяли свою суть. Но тем не менее, допустим, здание законодательное собрание, оно было другое по функции. И много таких вещей. Поэтому, когда мы говорим о архитектуре, особенно о планировке, функция уже вторична, она идет за. Модифицированное здание бурно обсуждают в интернете. Вот только некоторые комментарии о Мечей. Судя по тому, что там сооружают, это будет одно из самых уродливых зданий в городе. В каких муках и страданиях рождался проект реконструкции здания? Оно ужасно! В ряду остальных уродливых и выделяться не будет. Кто разрешил пристраивать к прекрасно выглядевшему зданию эту чертовщину? Сначала чужеродная крыша, теперь вообще чушь какая-то. А в городе какая служба отвечает за внешний облик города? Может, завтра бизнесмены захотят в центре города построить здание в форме унитаза? Тоже можно? Руки пообломать таким создателям шедевров городского строительства и тем, кто разрешил. Сначала продадут, а потом нет механизма повлиять на собственников. Вот и получается уродство с большой буквы. Страх, а не здание. Судя по ответу на наш запрос, городские чиновники, выдавшие разрешение на реконструкцию, считают, что проект гостиницы с устройством мансардного этажа соответствует градостроительному плану. Теня Бесараб, Юрий Дорошенко, Антенна 7.